Здравствуйте! Вот и на наш север наконец-то пришел дачный сезон, а потому сегодня мы хотели бы порассуждать, вспомнить о тех людях, которые называются садоводами-дачниками. К этой категории можно причислить едва ли не большую часть всех наших горожан. Это те люди, которые, имея клочок земли в 6 соток, расположенные часто достаточно далеко от благ цивилизации, спасают себя и свои семьи от голода часто, выращивая на своих грядках практически все то, что человек западный, человек обеспеченный, имеющий доход хороший, покупает весь год в магазинах. Когда-то давно еще в советском государстве очень боялись, что свой кусочек земли он развратит человека и привнесет в его голову буржуазно-кулацкие мысли. Но из-за того, что нехватка все-таки продовольствия была, государство вынуждено было давать людям возможность подкармливаться, но при этом выдавало не более чем 4 сотки на нос. Да и то в болотах, оврагах, прочих неудобьях, дабы пример этих первых советских дачников служил остальным образцом, как жить нельзя. Но наш человек трудностей не убоялся. Выжил, болото превратил в огороды, в лесные чащи проложил дороги и подвел электричество, за что наше уже государство в наши дни подняло ему стоимость аренды земель. Выше, чем в центре города часто. Ну да ладно и с этим, с этими трудностями-то бог с ними. Давайте о хорошем. Сегодня садоводы-дачники производят около 80 процентов всего картофеля в области. Прислушайтесь в эти цифры. 80 процентов, 98 процентов овощей и, значит, полностью там 100 процентов всей плодово-ягодной продукции. При этом они сами за свои деньги прокладывают к себе дороги. Сами за свои деньги тянут линии электропередач, содержат противопожарные посты и многое-многое другое. Каждый кооператив, а их у нас в области почти полтысячи штук платят земельные налоги в районные бюджеты. Причем стоимость этих налогов везде разная. В каждом районе своя и от 9 рублей составляет за квадратный метр до 170 рублей за квадратный метр. Так вот у нас в Онежском районе. Ветераны туда при поездке льгот по проезду практически нигде не имеют. Торговля там идет по более высоким, чем в городах и в разных супермаркетах ценам. Врачей и участковых сотах нет. Своих депутатов и прочие какие-то местные власти там никто не выбирает. Такое ощущение, что власти рассматривают эти территории как специальные зоны, в которых законы наши российские не действуют. Нет, 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 но на федеральном уровне обычно перед выборами чиновники вспоминают о садоводах и дают указание поддерживать их местным властям. Все происходит по обычному сценарию. Приезжают крупные руководители, выслушивают жалобы, важно кивают и дают твердое обещание, что с этого момента жизнь садоводов начнет неуклонно улучшаться. Так было в 2008 году. Губернатор Михальчук тогда пообещал дать садоводам по 60 миллионов рублей господдержки ежегодно. Была принята специальная даже программа. Эти деньги планировалось пустить на строительство как раз помощи в строительстве электросетей, дорог. Но, к сожалению, в первый же год вместо 60 садоводам дали 30. Ну и на этом вся помощь закончилась. Правда, добавили потом в 2011 году 3 миллиона рублей, которые по какой-то странному стечению обстоятельств ушли именно в то садоводство, в котором многие наши областные руководители состоят. Вот губернатор Орлов тоже много раз обещал помочь, даже письменно давал документы садоводам. Но до дела так и не доходило. В этом году, наконец, в областной бюджет включили 20 миллионов рублей государственной поддержки, которые будут составлять 70 процентов от областной программы. К ним еще добавятся деньги муниципалитетов в размере 15 процентов и средства самих дачников тоже еще 15 процентов. Правда, пока вот мне лично, ну и я думаю, что садоводам непонятно, захотят ли муниципалитеты вкладывать садоводов 15 процентов. Им они особенно ведь не нужны. Зачем районным властям садоводы? Они для них дойная корова, которая платит налоги. А вкладываться в них? Ну, тем более, что, значит, бюджеты муниципальные уже давно сверстаны. Денег, значит, достать на сегодняшний день ниоткуда. Как будет развиваться ситуация с нашими садоводами? В большинстве своем пенсионеров с низким уровнем доходов. Пока непонятно. Им тоже нужны эти не разовые выборные подачки, а планомерная работа по развитию экономики этих поселений, развитию инфраструктуры, организации торговли их продукцией в нормальном виде. Пока что бабушкины закрутки не бренд региона, как в развитых странах, а удивительная экзотика. Спасибо, с вами был Михаил Силантьев.